Ну что ж, уважаемые коллеги, рад приветствовать всех участников конференции. И, конечно, у меня будет не столько выступительное слово, сколько именно приветствия. И что могу сказать? Вот тема конференции «Моцарта и его время». В общем-то, очень понятна в свете юбилея. И поскольку Моцарт — это один из трех, пожалуй, композиторов, которые могут претендовать на роль, так сказать, какого-то центра вообще всей истории музыки, таких композиторов всего три — это Бетховен. Бетховен на центризме уже пережили как-то, да? Остальные два — это Моцарт и Бах. Больше нет и не будет. Так вот, Моцарт как раз, он один из тех, кто, так сказать, наиболее ненавязчиво всегда как-то в сентуле и даже является вот этим центром для очень многих, для очень и очень многих композиторов и вообще деятелей культуры, как бы символ самой музыки. И поэтому, конечно, его изучение всегда актуально. Тем более, что за те 260 лет, которые прошли с момента его рождения, и юбилеев-то у него тоже было очень много. Они регулярно повторяются, и то тут, то там, в разных консерваториях, в разных учреждениях проводятся вот такие юбилеи, конференции, посвященные Моцарту. Ну вот, Моцарт и его время. Очень такая интересная постановка вопроса, но, потому что тут действительно будет, это очень важно вообще ощутить контекст времени, и тут будет не только Моцарт, но и Бенда, и Филиппо Магарел-Бах, и Керубини, и Сарти, и многие-многие другие фигуры, современники Моцарта, без которых, конечно, и самого Моцарта не было именно в таком виде, потому что мы хорошо все знаем, что великие явления, великие фигуры появляются именно как результат очень высокого уровня общего фона. Но тут я бы сказал, что тематика доклада даже еще шире, чем Моцарт и именно его время, потому что вот первые же доклады будут говорить о том, как Моцарт воспринимался в XIX веке в России, и это тоже очень и очень важно, потому что вообще, как мы знаем, в мире чем дальше, тем больше начинают происходить очень и очень странные вещи, но Моцарт, как сказал один богослов, только в Моцарте защита от буй. И вот мы попытаемся защититься от всех наших буй именно в Моцарте и во всем, что его окружает, а я хочу выразить также благодарность всем нашим номерам, вообще всем участникам, а особенно тем гостям, которые приехали из других городов, это представители и Санкт-Петербурга, и Казани, и вот должен еще подъехать коллега из Ростова-на-Дону, будем надеяться, что дорогу окончательно не заметет снегом, вот, и... Кого я еще назвал? По-моему, все. Ну, во всяком случае, вот такие отрики мы получили, и, конечно, я очень надеюсь, что доклады и дискуссии будут столь интересными, что мы по результатам конференции издадим сборник, или же напечатаем материалы в нашем журнале, там посмотрим уже, в какой форме мы это будем делать, но я призываю всех не медлить с присылкой материалов. Так что еще раз желаю всем успешного проведения конференции, успешных интересных накладов, и теперь приглашаю Михаила Александровича Сапонова. Да, еще вот забыл сказать, что, конечно, инициатором конференции была Суфьяков Дина Мураталиева, которая, как бы, основная тема, и которой в диссертации был Филиппом Калкер и Бумилбах, но, сами понимаете, это один из важнейших путешественников Моторка, и вот как раз, может быть, именно эта связь и стимулировала какую-то установку вопроса, но сейчас очень вам особая благодарность за инициативу, это очень важно и очень ценно. К слову сказать, у нас сейчас параллельно проходит другая конференция, которая называла кафедра теории музыки, конференция, посвященная проблемам панифонии, памяти Татьяны Наумовны-Дубравской, и, надо сказать, что такое параллельное проведение конференции, это довольно такая типичная ситуация в консерватории нашей, где конференций очень много. Вот. Ну и теперь, вот как я уже и пообещал, предоставляю слово заведующему кафедры истории зарубежной музыки Михаилу Александровичу Сапонову, и я так чувствую, что он приготовил для нас сюрприз. Эпиграф, эпиграф, сюрприз в форме эпиграфа. Пожалуйста. Спасибо. Дорогие коллеги, Моцарт, это не просто один из венских классиков, но в общественном сознании он стал чем-то вроде аллегории музыки вообще. И ни один композитор, пожалуй, в искусстве, вплоть до современного искусства, не вспоминается настолько упорно и часто, нет стольких аллюзий на Моцарта, как на аллегории вообще музыки, чем именно вот аллюзия именно на Моцарта, на его судьбу, на его музыку, впечатления от восприятия его музыки и так далее. Он здесь, пожалуй, обогнал и Бетховена, и русских композиторов. Я включаю даже русское искусство, особенно литературу и особенно поэзию. Но самый расхожий пример, который знаком мне, например, со школьных лет, с детства, да, вот эта фраза Булата Шауча, Ахуджавы, не оставляйте в старании маэстро, не убирайте ладони с олба, это его, значит, его фраза, именно его диалоги с Моцартом. Потому что вначале там запех идет в третьем лице, как он рассказывает, Моцарт на старенькой скрипке играет, Моцарт играет, а скрипка поет. А дальше его обращение, собственно, диалог с композитором. И когда я стал искать, а какие, собственно, поэты писали, использовали Моцарта в качестве то ли поэтической метафоры, то ли вообще отсылки. И это такой шквал, такая прорва, столько тысяч образцов, что можно просто растеряться. Но условно можно, ну, конечно, больше всего, процентов 80, это поэзия где-то на грани китча. Там и поющие скрипки, и чувствительные струны, и плачущие скрипки, плачущие струны. В общем, нечто такое, что даже у хороших поэтов есть вот эта грань, такая очень опасно близко находится, в опасной близости. Другая группа, это бесконечное, конечно, обыгрывание драмы, сюжета. Это, значит, противопоставление триллера Монстр Сальери. Даже необязательно их упоминать. Да, скажем, вот у поэтов, может быть, не тех, для кого это поэзия профессия, а для кого это такое остроумное такое копье, скажем, вот у актера Валентина Гафта есть такое стихотворение, где он, ну, такой, как бы смесь, атмосфера получается, как бы смесь стихотворений на смерт поэта и одновременно, как у поэзии Евтушенко. Так я бы, так сказать, такой синтез там в стиле чувствуется. Я сделал это, я убийца, сегодня мной отравлен гением, ну, и так далее, да, и это, о, как безумно сердце бьется, то страх, то сладость от потери, и хоть страдаю я, как Моцарк, но сочиняю, как Сальери. И вот это рост, это примерно 60% тех стихотворений, где упоминается Моцарк. Ну, конечно, потому что здесь есть взрывной сюжет, есть очень много возможностей вообще не упоминать этой истории, не упоминать имен или лишь слегка упоминать, либо, наоборот, упоминать ситуацию с сюжетом маленькой трагедии Пушкина, не упоминая ни Пушкина, ни трагедию Гафта, кстати, у него три раза упоминается слово Моцарк, на три раза слово Моцарк в его стихотворении. А вот еще одна группа, конечно, самая интересная, это когда Моцарк используется походу как синоним музыки вообще. Я помню, у нас на лекции, когда мы подходили к изучению формы произведения Моцарка, то он говорил, что вот нам часто кажется, что через Моцарк с нами разговаривает как бы сама музыка, что там нет никакой ни литературщины, ничего внешнего, ни жестикуляции внешнего, вне музыкальной, так сказать, все это в чистом виде. И вот такая отсылка, она помогает даже стихотворениям таким, в которых есть такой риск превратиться просто в рифмованную прозу, когда в рифму, с помощью рифма и ритма стихотворного рассказывается о том, что музыка это язык международный, что он понятен всем, и что особенно музыка Моцарта, значит, не нужны, значит, иностранные языки, ну и так далее. Ну, например, вот такое стихотворение, «Когда в концертном белом зале японец Моцарта играл, раскаты сильного рояля, как солнце освещали зал». Да, это еще одна ходовая поэтическая метафора, что кроме поющих скрипок и плачущих чувствительных струн, еще и свет лучи вот этой музыки, которая превращается в лучи, ну и так далее. «Когда в концертном белом зале японец Моцарта играл, светились утренние дали и грохотал девятый бал». И так далее. Тут все понимают, что раз японец, там могла быть Хиросима, и никакого Моцарта бы не было, раз из бал попал, и так далее. И далее. «Когда в концертном белом зале японец Моцарта играл, мы все японцы понимали, и нас японец понимал». Это Маргарита Олеген, то, что я процитировал. Есть очень интересные такие примеры, как скажем, когда поэт вдруг предвосхищает, иначе я бы не сказал, хотя хронологию я-то очень не знаю, может быть в одно и то же время создано. Что я имею в виду? Это стихотворение, которое могут сравнить с концепцией знаменитой книги Хильдесхаймера. Значит, Хильдесхаймер, его книга «Жизнь может» — это писатель, это не музыковед, и одно время ему зачитывался о Германии. Там десятки изданий были, такой бестсезер. И под влиянием книги Хильдесхаймера, собственно, под влиянием его концепции был сделан фильм о моделах, которые тоже все помнят, тоже такой вот прыгающий, порхающий Моцарт, не понимающий, какая сейчас трагедия рядом идёт, всё ближе и ближе, так сказать, и так далее. И один из поретов как раз пишет, ну, примерно то же самое, хотя я уверен, что он не читал ни книги Хильдесхаймера, ещё тогда не был и тогда ещё не смотрел фильма о Макдеусе. На секторе называется «Дуэт для скрипки и альтар». Моцарт в лёгком опьянении шёл домой, Было длинное волнение, было дивное волнение, день шальной, И глядел весёлым оком на людей Композитор Моцарт, Вольфер, а модель. Вкруг него был листьев, липый, лёгкий звон, Тара-тара, фили-тили, думал он. «Пусть берут его искусство задарма, Сколько требуется чувства и ума, Композитор Моцарт Вольфер, он гордец, Сколько требуется, столько и отдаст». А, нет, извините, композитор Моцарт Вольфер, извините, он гораст, Сколько требуется, столько и отдаст. Ох, и будет Амадею дома в лёд, И на целую неделю чёрный лёд. Ни словечка, ни улыбки, ни мотан, Но зато дуэт для скрипки и альтар. За вино и за ошибки, да, значит, что там потом будет расплата, Понятно, что это намёк на трагическое отравление. За вино и за ошибки и альтар, Но зато дуэт для скрипки и альтар. Это автор Давид Саной. Я не думаю, что это было написано, хотя это надо проверить, аналогию всего, но наверняка это как бы одновременно. Ну и, наконец, последняя группа из того обилия стихов, которые писали о Моцарте, это, пожалуй, поэзия, ну, самого высокого плана, я бы так сказал. Это вдруг обнаружил, что поэт так пишет, именно его Моцарт, музыка Моцарта так вдохновила, что ход художественной мысли, ход поэтического вот этого движения у поэта потрясающе напоминает работу музыканта-исполнителя. Вот когда исполнитель пытается сделать вот свою трактовку, своё прочтение, и внутренний ток его, вот такой вот, не такой мыслительный, его внутреннее озарение, сродни озарению поэта. Так что этот поэт, если бы у него была техника, соответствующая игры на инструменте, он бы примерно нечто адекватное сцолкового. Ну, например, такие стихи, это Герман Гэмса, стихотворение его называется «С билетом на волшебную флейту в руках», написано в 1938 году. Перевод звучит так, это не мой перевод. Он, наконец, «Я вновь тебя услышу, из музык лучше, и стану очевидцем при светлых танец в храме, где возвышен и флейтный детский звук, и хор провидцев». И дальше, вот там, через две страфы, он обращается напрямую к Тамино Герман Гэмса. «Теперь Тамино, новое свидание, внушает тайный страх. Устал мой слух, сносилось сердце, вникнули в звучание тех гимнов жреческих, и вдруг уже не выдержал такого испытания». Перевод потрясающий итоги. Перевод, если верить тому, что весь светлый в интернете, выполнила Лариса Валентиновна Кириллева, профессора нашей карты. Я вначале думаю, а как же перевести «Байбхольдн флейтн лид», буквально перевести, это будет «дивная песня флейт». Если перевести буквально, получится китч. Это на грани, так сказать, хорошего вкуса. А как она перевела, и флейт, и детский звук. По-моему, священники, такие таланты и энергия художественная, которая скрыта в нашей профессуре, мне особенно приятна. Или, например, такие стихи русского поэта. «И Шуберт на воде, и Моцарт в тичьем гамме, и Готан, свищущий на вьющейся тропе, и Гавлет, мысливший шутливыми шагами, считали пульс толпы и верили толпе. Быть может, прежде губ уже родился шепот, и без древесности круживаются листы и так далее». Это Мандельштам. Понятно? Это именно тот пример, когда поэт как бы не сочиняет стихи, а дает свою интерпретацию музыке Моцарта. И, наконец, да, если говорить о многих аллюзиях, которые вытекают из маленькой трагедии Пушкина, достаточно такой маленькой аллюзии, что вот Моцарт добродушно смеялся над плохими всякими исполнениями. Да, ну это, так сказать, эпизод, когда Моцарт привел где-то уличного скрипача. И вот один совершенно для меня было открытие, русский поэт, на которого я внимания, как и раньше, особенно не успел обратить, он сначала пишет, да, стихотворение называется Моцарт, но он сначала пишет, описывает игру уличных музыкантов, ансамблика такой уличного, и потом лишь в третьей строфе он вдруг обращается к Моцарту. Понятно, что, видимо, они как могут играют, что-то такое. А написал он так. Так что становится ушам до смерти больно. Ну и так далее. И дальше идет обобщение, да, что ж, вся наша жизнь проходит точно так. И тут очень-таки потрясающее идет проникновение вот в эту ситуацию. И дальше мы узнаем, откуда он ее взял, потому что вот эти вот, видимо, они, а вдруг они Моцарта играют в какой-то амбонжеровке. И дальше. Люблю я Моцарта, умел он забавляться, дурного скрипача и слушать, и смеяться. Он даже сочинил чудеснейший квартет, где все фальшивый звук и ладу вовсе нет. Над этим, как дитя, он хохотал безмерно. Художник и мудрость, он хохотал безмерный. Скажи мне, где мне взять тот добродушный смех, который в хаосе встречает ряд утех, за тем, что дорога прибыльной так просто, весело и внутренне не больно. Все потрясающе сказано. А автор, значит, теперь скажу, кто автор. Николай Платонович Огарев. Написал он это в середине 19 века. И, наконец, как бы рекриза, возвращаясь к стихотворению Архуджавы. Тут есть, конечно, скрипка играет, скрипка поет, там у него и так далее. Вдруг я обнаружил, что у него, видите, написано Дакселем. Совершенно неожиданно, потому что на самом деле, ведь это не поэзия, это поющиеся поэзии, и все эти дактилы исчезают, потому что там совершенно другой смысл, и теория стиха нам в голову просто не приходит. И в этом совершенно особое качество, потому что вся поэзия раньше, в древности, и чуть позже, ведь она пелась, да, и поэтому это тоже очень чувствуется, даже когда мы просто читаем текст. Здесь музыки явно не хватает. Но, видимо, тоже Моцарт вдохновил и вот поэта такого рода, поющего поэта, которому не нужно было, так сказать, подражать или представлять себя в концертном зале и так далее. Вот такие. Но, повторяю, это лишь импульс. Может быть, кто-нибудь еще возьмется за такую статистику, кто больше всех упомянут. Но вот особое разнообразие нюансов, с которыми именно Моцарт представлен, и в нашем сознании, и в нашей культуре, это просто поражает. И поэтому я думаю, что это отразится и на всех докладах нашей конференции. Спасибо. Спасибо большое, Михаил Александрович. Спасибо. 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 Спасибо.